Хорошо, друзья, это часть, которая моя любимая, начало книги Второзакония. Кто-либо из вас сможет ли почитать, что говорит там на картинке? Шаббат шалом! И вот мы здесь начинаем из первых слов в Второзаконии. С чего начинается? Слово «хадабарим», которое означает «это же есть слова». Это же есть слова. «Суи» есть слова, друзья. Мы читаем в Второзаконии 1.1. Друзья, вы знаете, что по Божьей милости мы сегодня не разрушены из-за того, что Его милость еще стоит. Слово «когда люди плакали перед Богом, и Бог показывал милость». Еремия также видел милость Божию из-за того, что люди отходили от Бога, грешили, забывали, оставляли Бога. Но Бог был милостив. Мы должны понимать, что все зависит в том, чтобы мы должны быть уважительны к Богу и любить Бога, друзья. Божья милость, она нас наполняет. Кто из вас знает, что происходит в вторник? Это ночь Ови. Ночь Ови. Книга автора Закония всегда читается в ночь Ови. Это будет в следующий вторник, друзья. Это будет очень интересное чтение для вас. Я хочу вам напомнить, что английский язык — не наилучший язык, если использовать его для чтения Библии. Найлучший вариант чтения Библии — это читать в оригинале, на еврите, на греческом и на израильском языке. Первые книги в Библии. Вы должны помнить, что первые книги Библии лучше чтутся на оригинальном языке. Красота Библии в том, что 22 первых стихов книги второзакония, они в оригинальном языке начинаются реально вот, переходят постоянно от А до Б. Каждое слово в этих стихах идет по ряду от А до Я в еврейском языке. Но в английском языке это не так. Несколько слов, несколько букв разминились. Их поменяли, друзья. Есть места, где, например, говорится о том, что глаз предназначен для того, чтобы видеть силу Божию. Также в других местах люди поменяли значение и начинали писать и описывать то, что не понимается для людей. И в других стихах, в других местах есть места, где они в английском языке поменяли другими словами и уже теряется значение слов. Опять же, вы должны понимать, друзья, что различная история, которая описывается в оригинальной, немножко поменялась теперь уже в переводе. И уже мы читаем в 4 главе второзакония о том, что они меняют, опять же, они меняют слова, они меняют переводы. Поэтому это неправильно, друзья. Поэтому в начале второзакония в переводе в английском все начинается нормально, но с каждой главой история рассыпается, потому что неправильно перевод сделан. Теперь мы читаем второзаконие 1 и 1. Книга второзакония, что там описывается, да? Что там описывается? Вся история второзакония, она покрывает сколько времени в истории. С 37 дней. Оно начинается в первый месяц Шават и потом заканчивается в Дар-7, седьмой день, когда Моисей умирает. И поэтому вся история второзакония начинается и проходит 37 дней. Мы читаем все слова, которые говорил в второзаконии 1 и 1. Си слова, которые говорил Моисей всем израильтянам на Заерданам в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асифрофом, и Дизагавом. Друзья, вы должны помнить следующее, что Моисей суммирует последние 40 лет в маленькую такую хорошую историю, чтобы люди понимали историю Израиля. Мы видим, что Марьям умерла, что Галев умер, и только остался Моисей в живых. И он описывает историю Израиля, друзья. Вопрос следующий. Как Бог создал мир? Помните, что в Библии говорится в том, что в начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. Поэтому мы должны понимать, друзья, силу слов. Подумайте о том, как настолько сильны слова. Слова могут призвать войны в существовании, друзья. Люди могут что-то сказать не так, и все начинается распадаться, друзья. Вы должны понимать, что ваши слова имеют силу, друзья. Они либо приносят жизнь, либо они приносят смерть. Либо они вообще ничего не имеют в себе. То есть, пустые слова. Сколько людей вы слышали, что люди просто говорят бла-бла-бла, и ничего не говорят, друзья. Мы считаем в притчах 18-21. Жизнь и смерть, а не в силе времени. Друзья, когда вы едете в машине, вы должны понимать, что машина, она как оружие. Вы можете убить кого-то в секунду. И иногда люди забывают, насколько опасно может быть вождение машины. Мой отец, друзья, даже, мой отец был 30 лет. И у него было 9 детей. Можете ли вы представить? 30 лет с 9 детьми. Я был второй от младших. То есть, я был восьмой в то время. И моя мама и мой папа, они были еще очень молодыми, еще 30 лет им было. И у нас уже было 9 детей в их семье. В то время, в 1950-х годах, мой отец, он ехал на машине, и была такая ситуация, когда он ехал, мой отец проезжал, и он увидел человека, который, у него машина, он ехал на машине, и был человек, у него закончился газ. И мой отец увидел этого человека, и вот была такая ситуация, друзья. Мой папа врезался в машину, потому что эта машина не имела газа. Мой отец, он повредил себе руку, повредил себе голову, и он был 2 года в госпитале. И, друзья, около 6 лет мы не имели дохода. У нас не было заработка, потому что отец не мог работать, друзья. И моя семья, мы жили буквально в нищете. Мы должны понимать, друзья, что есть последствия нашим действиям, друзья. Что-то пошло не так, и все рушится. Поэтому, друзья, помните, всегда что-то может распасться. Посмотрите Псалма, 34 глава. Мы читаем следующее, говорит следующее. Мы должны держаться далеко от неправды и держаться за Бога, друзья. Некоторые слова наши, которые мы говорим, могут нас благословить, или же могут нас абсолютно разрушить, друзья. Помните, помните, друзья, что мы не можем оставлять Слово Божие. Было одно время, было двое детей. Один человек, одно дитё неверующее, другое дитё верующее. И верующее дитё получало хорошие, парень, он получал хорошие оценки, и неверующие получали плохие. Он ушёл к своим родителям, и он показывал им свои оценки, и родители говорили, о, слушай, у тебя учители плохие, они должны быть лучше, они должны тебе давать лучшие оценки, друзья. Поэтому очень важно, как мы реагируем на вещи. Мы читаем Ефесянам, говорить о том, что доброта, она не идёт легко. Мы должны быть добрыми, мы должны показывать доброту. Много раз мы любим атаковать других людей за нашу проблему. Мы любим атаковать других людей за наши провалы, друзья. Помните, что у нас есть сила поменять вещи. Мы не можем винить других людей за наши проблемы. Да, кто-то может повлиять на нашу жизнь, друзья, но в конце концов мы контролируем нашу судьбу. В моей жизни, когда я делаю что-то, я всегда стараюсь что-то сделать, чтобы сделать лучше для другого человека. Когда я еду в магазин, я не просто хочу купить что-то в магазине, я хочу остановиться перед кассиершей и сказать ей что-то от Бога, возвеселить их как-то. Друзья, я люблю влиять на людей в хорошем смысле слова. У меня есть история, которую я уже поделился недавно. Сколько из вас играли в волейбол? Сколько из вас играли в волейбол? И был человек, который всегда хочет играть в позицию всех людей? Что бы вы хотели сделали для этого человека? Наверное, бы его набить, друзья. Я хочу вам сказать, что я был такой человек. Я играл все позиции волейбола, потому что я хотел выиграть. И я хотел просто победить. Но знаете, что интересно было? Что когда мы побеждали, люди не были радостны, потому что они не могли поучаствовать в игре, они не играли. Но это все было до того, я все это делал до того, когда я был спасен. Когда мне стало 19 лет уже, я был спасен. Все поменялось, друзья. И я начал быть частью обучения того, чтобы быть учеником. И мои учители, может быть, вы их знаете. Дэвид Вилкерсон, Ленард Хэл. У меня были очень хорошие учители. Я никогда это не забуду. Мы разделялись на группы, и мы играли в волейбол. Один день. И у нас был человек, который был в нашей группе. Он смотрел на нас, как мы играли, и мы победили. И он подошел ко мне и сказал, «Друг мой, ты можешь быть одними из самолюбимых людей, которых я когда-либо видел». Я сказал, «Почему?» И он сказал, «Ну, видишь, ты пытаешься играть позицию каждого человека. Как ты ожидаешь того, что ты сможешь выиграть игру правильно?» Вот эти слова, друзья, они поменяли мою жизнь. И вот что Господь сказал мне, вот следующее. Что я хочу, чтобы вы сделали, друзья? Мы должны делать так, чтобы мы заставляли других людей чувствовать лучше, чем мы сами. Мы должны заставлять их чувствовать, чтобы они были победителями. Бог говорит, Бог мне сказал, «Когда ты выбираешь команду, выбирай команду такую, чтобы победить». И сделай так, чтобы люди чувствуют себя лучше. Независимо от того, победите ли вы или нет в игре, люди должны быть радостными, в конце концов, друзья. Поэтому вся моя жизнь составляется в том, чтобы сделать других людей счастливее, друзья. Но и в моей жизни это не только обо мне. Все это о других людях также. Не только это обо мне. Мы должны показывать любовь другим людям, друзья. Теперь мы видим, что Моисей вот в этих словах, он пишет его последние слова, друзья. И израильтяне много раз любили его наказывать и на него накачивать бочку и говорить, что все плохое, что происходило с ним за последние 40 лет, это вина Моисея, друзья. Помните, насколько, друзья, важны слова, также важна интонация. Интонация слов тоже очень важная. Например, вы можете сказать, «Детё, выброси мусор!» Либо же вы можете попросить «Детё, душа!» Это немножко лучшим, немножко легчим способом. Вы можете попросить группа, вы можете попросить нежно, друзья. Поэтому мы должны делать все с радостью. Мы должны говорить радостно, друзья. Мы должны делиться радостью другими людьми. Посмотрите, мы читаем. Первое второзаконие, 34-й и 35-й стих. Бог хочет не только слышать ваши слова, Он хочет слышать интонацию вашего слова, ваших слов. Здесь говорится следующее, 34-й стих. «И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из сего злобого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Еофинин, увидит ее». Друзья, они не получили обетования, потому что они были злыми людьми. Путешествие, которое им заняло 11 дней, в конце концов, заняло им реально 40 лет, друзья. Можете ли себе представить, вот что такое произошло? Вы должны понимать, друзья, что Бог дает силу, дает предназначение, и Он ведет людей. Поэтому мы должны помнить, друзья, это очень важно. Мы считаем в других местах, что Библия на английском языке иногда неправильно переводит определенные места. Но есть такое слово в Второзаконии, которое говорит «завет», Бог сделал завет. 26 раз упоминается слово «завет», друзья. Также в книгах Второзаконии также говорит и «любви», о том, что мы должны помнить и не забывать любовь. Мы должны делиться, мы должны делиться любовью, друзья. Мы должны слышать и отвечать на призывание Бога. Мы должны отвечать на Его силу, друзья. Мы должны помнить, когда мы говорим о законах или о чем-либо другом, да, должна быть любовь, и мы должны помнить и повиноваться Божьему Слову. Теперь мы начнем с первого слова в Второзаконии, это «завет». Мы читаем 4 глава, 23 стих. 4 глава, 23 стих. Говорится следующее. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих себе что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». Библия говорит, мы должны охранять нашу душу, чтобы мы не забывали и не оставляли, чтобы мы делились любовью с нашими детьми, с нашою защитой, друзья, перед Богом, чтобы мы ходили правильно. Когда Бог говорит, чтобы мы собирали всех, и чтобы говорили, напоминали им о Слове, напоминали им о силе, были откровенные с ними перед Богом, друзья. Помните это, не забывайте. Бог говорил людям из огня, и мы должны всегда были готовы услышать, и мы должны были готовы услышать Его тон, не просто то, что Он говорил, но как Он говорил, Его интонация Слова. И Библия говорит, что мы услышали то, что Бог нам сказал, Его завет, Его завет, чтобы мы любили, чтобы мы делились, чтобы мы помогали, друзья. Вы знаете, что в еврите, в израильском языке нет заповедей, это не заповеди, это просто 10 слов, они как 10 слов, а не 10 заповедей. Бог дал 10 слов людям. Вот в этом уже есть великий перевод, друзья, вы видите. Помните, что Бог напоминает людям, израильскому народу о ихней прошлой ситуации, о том, что они были рабами. Бог повелел им, чтобы они помнили освобождение от рабства, друзья. Сколько из вас, вы помните, что все мы были рабами греха? И мы должны помнить это, что только через сильную руку Божью мы получили свободу, друзья. Бог нас освободил. Много людей забывают, почему Божь с силой своей только так Он смог нас освободить. Как трудно было для Бога разделить Красное море? Как? Как для Бога было трудно сделать из скалы воду? А насколько Ему трудно поменять ваше сердце, друзья? Бог не может поменять ваше сердце. Он не сможет поменять ваше сердце, если вы Ему это не позволите, друзья. Независимо от того, насколько Бог силен и всемогущ, Он не может поменять ваше сердце, друзья. Вы должны Ему позволить, вы должны открыть Ему, вы должны Ему дать разрешение, друзья. Бог в всей своей силе не может поменять ваше сердце. Он хочет, но только тогда, когда вы Ему позволите, друзья. Он не может сказать, я тебя заповедую сейчас, люби меня, как робот. Так не работает, друзья. Поэтому в этом же есть и красота Библии, и красота Бога. Бог говорит, что я вас вывел из рабства, я вас вывел из Египта. И что я хочу, это то, чтобы вы любили меня. Я хочу, чтобы вы делились этим днем, чтобы вы делились этой любовью с повиновением, силе. Друзья, помните это. Помните, друзья, Бог имеет завет между своими людьми. Наш Бог дал нам спасение, друзья. Бог дал нам победу. Бог нам победу, друзья. Мы должны помнить, друзья, что Бог нас спас, Бог нас избавил. И мы должны помнить, что Он нас избавил. И не только Он нас избавил из рабства, Он дал нам людей, которые мы должны вести к победе, друзья. Я хочу, чтобы вы все помнили эту свободу Божию, друзья, и не забывали. Причина напоминания того, это для нас, чтобы мы держали Слово Божьего. очень сильно важно, друзья, победа в Боге, только в Боге, друзья. Бог, Он хотел нас удобрить, Он хотел нас сделать лучшими, друзья. Он хотел сделать лучшими. Поэтому, друзья, помните, Он хочет, чтобы мы помнили о том, настолько далеко мы отпали от Него. Он напоминает нам, вы народ, которые были в рабстве, и Он вас, Я вас освободил. Друзья, знаете, почему люди были против Бога в первый день, когда уже их даже освободили? Потому что они взяли своих идолов с Египта с ними. Каждый из них имел это, друзья. Каждый из них имел такой, этот, такой идол с ними, друзья. И также было, мы читаем дальше, второзаконие, что Бог хочет, чтобы мы помнили то, что Он сделал для Марьями. Что случилось с Марьямом? Почему? Потому что слова, она говорила неправильные, грешные слова перед Богом. Мы должны также помнить историю, друзья. Мы должны помнить победу в том, как было сказано, и что было сказано, друзья. Когда величайший Бог, когда Бог спасения, избавил людей, люди не имели права говорить что-то против Бога. Люди израильские искали всякие возможности идти против Бога, друзья. Бог разделил людей Израиля для себя, отделил их для своего спасения. Сколько наций было в то время вокруг Израиля? Семьдесят. Семьдесят наций в Израиле также были, и они все пошли в Египет. И Бог освободил их, друзья. Во время людей, когда они праздновали свободу, было семьдесят коров, которые должны были заколены за семьдесят наций. И Бог, Он основал воспоминания того, что люди должны помнить свободу. Израиль должен был быть в повиновении Богу. И было убиение семидесяти быков для того, чтобы вспомнить то, что Бог спас семьдесят наций. Хорошо, теперь несколько мест мы пройдемся. Мы читаем второзаконие 32, 6. Люди были всегда в неповиновении. Они не держались за Бога. Они не держались за Ним. Здесь говорится о том, что Бог был отцом людьми. И Он давал им жизнь. Он их устроял. И они все еще его недооценивали. Друзья, знаете, что слово Абба это Отец и Об это Отец с великой буквой. И сколько раз, друзья, люди не уважали Бога. Теперь давайте посмотрим на следующее. Второзаконие 7, 6 по 9. Ибо вы народ святой и избран Богом, друзья. Бог здесь, мы читаем, что Бог здесь избрал людей. От всех людей по всему миру Бог избрал в себе людей. Но Бог не положил любовь свою на вас или же вас даже не разрушил. Это потому, что Он возлюбил вас полностью. И Он хочет сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Читаем статаря 7 9 Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог. Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Друзья, сколько людей прошло от Адама и Ева, да? Около Адама и Ева? Около шести тысяч людей и шести тысяч лет. Шесть тысяч лет и уже сколько прошло времени и Бог все еще держит любовь и обетование. Бог может держать обетование около шестьдесят тысяч лет, если понадобится, друзья. Божьи обетования всегда останутся, всегда. Друзья, если мы держимся Божьей милости, почему мы нуждаемся в Его милости тогда, да? Если мы делаем Его заповеди, исполняем их правильно, почему мы должны бояться, что Он не покажет нам милость? Друзья, помните следующее, друзья, что любовь и милость Божья дается тем людям, которые не уходят, которые остаются посвященными, которые остаются преданными Слову Божьему, и таким Бог показывает, будет показывать милость свою постоянно в роды родов, друзья. Поэтому помните, что мы должны держаться за Слово Божье. Мы должны держаться за призыв Божий, друзья. Много раз мы не можем исполнять различные заповеди, да, но Бог дает нам силы. Иногда люди могут быть фермерами, иногда люди могут быть инженерами, различные люди могут исполнять различные заповеди в жизни, но Бог повелел, например, мне, как пастор, быть руководителем, учить, напоминать, и учить Тору и приводить людей к воспоминанию о спасении Христовом, друзья. Бог дает каждому заповеди, которые должны оставаться с людьми и которыми люди должны держаться, друзья. Помните, что Слова Божьи и все заповеди, да, у меня они все есть передо мной, но я не могу всех их исполнить, потому что я только человек, друзья. Мы должны понимать это и помнить. И поэтому мы нуждаемся в милости Божьей. Потом мы читаем следующее место, говорится о том, что вы пришли передо мною, и вы сказали мне, будем ли мы искать землю, будем ли мы искать землю обетованную, друзья. Что происходит? Агенты из Израиля пошли вверх он и его осмотрели, и пришли все полных страха. Они пришли в страхе, и они вернулись в день воскресенья, в день вторника. Они в вторнике, во время вторника вернулись, были полны страха, после того, что они увидели в городе. И сегодня мы должны помнить, что в Божьем калинарее, мы читаем в книге Захарии 8 главе, мы читаем о том, что люди должны поститься, люди должны поститься, люди в Израиле уже постились 2500 лет о том, чтобы Бог послал милость из-за того, что люди не верили и боялись входить в Ерихон, в обетованную землю, друзья. Поэтому мы должны ожидать и мы должны молиться о том, что придет обетование Божие, друзья. Поэтому я верю в это. Да, я могу, мои предсказания могут не сбыться, но я думаю, что обетование Божие на будущее так, что Бог повернет плач и страх в радость, как Он обещал. И я думаю, что Божье Слово, оно всегда сбудется, всегда. Мы, и поэтому мы должны жить по Божьему календарю. Божьему теперь мы читаем Второзаконие 1.27. Что люди сделали, когда они были в страхе от великанов? Они марморили, они сплетчатали в своих шатрах, потому что они думали, о, Бог нас ненавидит, потому что там есть гиганты. Нам не забрать этот город. Друзья, помните, что они думали, что Бог их вивел, чтобы убить их, не для того, чтобы ввести их в обитованную землю, а чтобы убить их. Вот такое было их мышление. Мы видим Матфея, 25 глава, 25-24 стих. Бог дал таланты некоторым людям, чтобы увидеть, как они их инвестируют. И Бог дал талант одному человеку, и он говорит, я знаю, что ты Господь, который собираешь там, где ты не сел. и собираешь там, где ты не рассыпал. То есть, здесь вы можете подумать, что там Бог, он какой-то грубый, он какой-то неправедный. Нет, друзья, Бог праведный, Бог верный, друзья. Бог сказал, мы считаем в Второзаконе, что Бог сказал, что я сказал вам, не бойтесь, доверяйте, верьте, будьте верны, не оставляйте слова, не оставляйте призыв ваш. Друзья, помните, что Бог любит нас, и то, что он, милость, которую он показал израильтянам, он показывает и нам, друзья. Мы должны помнить, что есть люди, которые будут иметь взгляд на Бога, и есть люди, которые будут иметь взгляд на плоть, на плоть, друзья. и Бог напоминает, что в пустыне вы видели защиту, в пустыне вы видите то, как я, Бог, заботился обо вас, как об детях, как отец, который поднимает дитё на свои плечи и несёт и заботится и защищает. А люди в то время говорили, о, Боже, ты хочешь нас истребить. И в это время, и поэтому Божье сердце, оно было ранено. Сколько раз вы помогаете вашим детям, любите ваши детей, и они думают, что вы их ненавидите, вы их не любите. И вы их как-то раните, друзья. Это то же самое здесь происходило. Бог видел, что люди делали в ответ на то, сколько милости и любви Бог проявил для людей, друзья. Поэтому мы читаем второзаконие дальше. Говорится следующее, что в этом вы не поверили вашему Богу. Вы не поверили вашему Господу. Вопрос следующий. Подождите, друзья. Что означает, когда люди говорят, о, я верю в Бога? Демоны веруют в Бога. Вопрос в том, друзья, доверяете ли вы? Он ишёл перед вами. Он ввел вас из Египта. Он защищал вас в ваших шатрах огнём ночью и столпом днём. Друзья, помните, он слышал ваши слова, он слышал ваши изречения, и потом он возгневался из-за того, что это поколение отошло от него. Друзья, все эти люди из этого поколения были далеки от Бога. Были далеки от Бога. Как это возможно? Они видели все эти чудеса, которые подходили, и у них не было веры. И даже из людей, которые были возраста Иисуса Навина, даже они не имели веры. Вопрос мой сегодня к вам, друзья. Будете ли вы поколением веры сегодня в этот день, или же поколением неверы? Очень важно, доверяемся ли мы Богу или нет. Знаете, я не знаю, что я вам сказал в прошлом проповеди, но я не боюсь смерти. Я почти умер 9 или 10 раз. Я был перед дулом пистолета два раза. Я был готов умереть. Я был великих аварий на машине. Я был очень близко к смерти в моей жизни много раз. Я был почти убит в хаосспитале из-за того, что докторы неправильно что-то сделали. Меня почти съели львы в Африке несколько месяцев назад и несколько лет назад даже. Я был в Зимбабве для того, чтобы говорить к некоторым тысячам людей. И потом была конференция пасторов. Было 300 пасторов, которые имели конференции в Южной Африке. И мы были просто посередине джунглей, посередине этого открытого пространства дикого, просто дикого места. И там были великие, такие великие кусты, огромные кусты в этом месте. И это было 10 часов ночи. Они нас вывели наружу, чтобы иметь барбекю вместе. Друзья, если вы хотите посмотреть на звезды в ночи, поедьте в Африку, вы там увидите. Я люблю смотреть на звезды. У них было такое время, место, где у них было барбекю, огонь, мы все ели, было очень замечательно. И единственные такие источники света, это были зажженные факелы, которые были расставлены вокруг нас, да. И я просто не мог хорошо увидеть звезды, потому что был свет вокруг меня. Поэтому я пошел маленький такой, я нашел другое место, был такой маленький паркинг для машин, да. И были там великие такие огромные кусты. И просто я прошел буквально по паркингу и я услышал, я услышал, люди мне сказали, друг, не иди за кусты. И я смотрю назад и я никого не вижу. Я иду дальше, я иду дальше кустам, и там был огромный куст. И я слышал такой звук, такое слово в голове, не иди за кустом. Я посмотрел вокруг, я никого не видел, я никого не видел. Кто мне это сказал, эти слова, вообще даже не понял. И потом я услышал, люди сказали, хорошо, время идти назад. Люди сели в джип, включили фары, фары засветились, и люди увидели около шести львов, которые проходили буквально возле этих кустов. Друзья, то есть почти я был перед смертью, я почти умер перед смертью. И знаете, что я понял? Я помню, что если это не мое время, оно не произойдет. Боже, Бог уже у меня собрал мои дни, Бог знает, сколько дней я буду жить, Он уже приопределил все. Поэтому, друзья, я в своей жизни просто уже не волнуюсь. Я не волнуюсь. Да, моя семья волнуется, но я об этом не волнуюсь. Все произойдет так, как Бог приопределил, друзья. Всему есть свое время. Но понятное дело, что я не буду интенсивно идти и искать себе приключений на голову. Нет, конечно же нет. Сколько из вас, друзья, если бы вы знали, сколько времени Бог мне говорил и защищал меня и спасал меня от смерти, друзья. Очень, очень, очень трудные времена. Бог все равно проводил. мы читаем дальше в законе 1.39 Теперь же ваши дети, которых вы волновали, что их убьют, дети, которые еще даже не знают доброго и злого, да? Но я дам этим детям эту землю, а не вам. Сколько раз вы слышали, что люди говорят, ооо, люди это делают для маленького поколения, для следующего поколения, да? Нет, друзья, сколько сегодня в Америке наше поколение не заботится о той жизни, которую будут иметь наши дети, просто не волнуется вообще. Библия говорит, что вы должны возвратиться к Богу и открыть ваше сердце. Сколько раз, друзья, будет такое время, когда уже придет в будущем, когда люди будут пробовать идти к Богу, и Бог их не будет слышать, и Бог им не будет отвечать, потому что они настолько отвернулись от него, друзья. Вы должны помнить, что 12 месяцев они также иногда репрезентируют 12 колен, друзья. и вы должны помнить, что люди жили в такой месяц, который обозначал неслушание, то есть люди не слышали Бога. И сегодня мир, сегодня мы живем в такой месяц. Мы не можем слышать Слово Божие из-за всего этого шума, из-за всех этих новостей, из-за всего этого беспрятка в мире. так же, как мы не можем видеть звезды в ночи, когда мы окружены городом и светом в городе, друзья. Мы должны отдалечаться далеко от мира, чтобы слышать Бога. Вы знаете, как вы настраиваете радио в машине, меняете каналы, да? То же самое мы должны сделать и перед Богом. Бог говорит, но мы не направим на канале, мы должны настроить канал на Божье Слово. Когда мы приехали из штата Канзас в штат Вашингтон, мы старались найти какой-то дом, чтобы купить, и я понял, что утром, когда я просыпаюсь, всегда был огромный шум на дни в субботу и неделю, то есть на дни отдыха. И все остальные дни, пять дней из недели были тихими, потому что все дети, все люди, которые сделали этот шум вокруг нашего дома, они были на работах и в школах. Поэтому мы живем в эти дни, мы живем в эти дни, когда Бог дает нам возможность, даже в этом шуме, даже в этом шумном времени, взывать на Бога, взирать на Бога, друзья, взывать к Нему, к Его избавлению, друзья. Помните, друзья, что все люди боролись с великанами, все люди в свое время боролись с великанами, и Бог все равно давал людям победу, Он все равно давал людям свободу, Он все равно открывался им, друзья. Мы читаем дальше второзаконник, говорит, что мы не должны, люди в то время, они были не должны забывать о том, что случилось в прошлом, ихнюю историю, друзья. Бог сказал, что я разрушиваю других людей вокруг вас и даю вам ихнюю землю в имение, друзья. То есть, Бог уже давно предназначил места, земли для Израиля, друзья. также мы должны понять в нашей жизни. Много раз мы идем и воюем войны, битвы, которые вообще не нужны, бесполезны. Бесполезны, друзья. Поэтому очень важно, какие войны мы используем и как мы воюем против этого мира и сколько побед мы имеем и какие битвы мы выбираем. Правильные это битвы перед Богом или нет. Мы читаем дальше, что различные города, различные нации, они были разрушены, они были разбиты только для того, чтобы израильский народ имел свободу и доступ из-за того, что Бог любил свой народ, друзья. Все эти гиганты, все эти народы вокруг Израиля, все эти язычники, да, все эти люди были разрушены, разбиты Богом для того, чтобы Божий народ имел доступ и свободу, друзья. Мы видим, что Бог разрушает то, что люди думали, что будет неразрушимо. И теперь Израиль идет в победу, и все равно почему-то не доверяет Богу. Теперь последнюю вещь, которую я хотела, чтобы мы посмотрели, да, это видение Исаии. Исаии, первая глава. Мы все будем читать о том, что Исаия видел о том, что случилось, да. Мы это все можем читать в Исаии, в первой главе, с первого по четвертый стих. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Яфама Азаха, езеки царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что я Господь говорит, «Я воспитал и восстановил сыновей, и они возмутились против меня». То есть, друзья, люди возмутились против Бога. Мы читаем, мы здесь видим, что люди не доверялись Божьей доброте. И даже первый храм был разрушен, потому что люди не оставляли свои грехи, свои идолопоклонства, они не верили Божьим заповедям. Второй храм тоже был разрушен, потому что люди ненавидели Бога. Теперь давайте мы закончим временно с молитвами. Нас будет немножко переоддыха, и потом мы вернемся к проповеди. Господь, благодарим Тебя за все, за то, что Ты делаешь в нашей жизни. Отец, благодарю Тебя за всех тех, которые смотрят сегодня нас по всей Америке, по всему миру. И я молюсь, чтобы Ты их благословил. Бог, мы хотим их вдохновить, чтобы они Тебя славили. Отец, благодарю Тебя за тех, которые нас смотрят и учат Тору, и изучают Тору, и доносят Тору до мира. Эл-Шадай, наше министерство, наше служение. Благодарим Тебя, Господь, дорогой, за то, что Ты добрый к нам для всех наций во всему миру. Во имя Ишуи, аминь. Вместе молимся. Благословен Ты Бог, Господь, Создатель мира. Ты благословил нас Твоей Торой правды. Ты благословил нас всем изучением Слова Живого, через силу Твоего Духа Святого, через работу Мессии Иешуа. Ты дал нам жизнь вечную. Благословен Ты, наш Бог. Аминь. Теперь давайте мы перейдем на перерыв. Не забудьте объявления, которые мы вам дали, и они все на столе перед вами. Теперь перерыв. Вы все готовы? Они, ваши ремни пристебнуты? Это будет очень, очень хорошее служение сегодня к нам, с нами. Сейчас мы понимаем, друзья, что Соломон, мы будем говорить на тему Соломон, он великое представление царя и великое представление провала. Мы видим здесь на картинке коней. Кто-либо из вас имеет ли коней? Имеете ли кто у вас в коне? О, я имею. Сколько у вас есть коней? Двое? Трое? Больше? У Соломона было 40 тысяч коней. Достаточно ли это было для него? 40 тысяч коней. Мы читаем в Терзаконе 17, 16. Бог говорит Израилю, когда у них будет царь, что царь не будет умножать коней для себя. Я не должен умножать коней для себя. Читаем. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем с им. Бог сказал, чтобы не возвращались в Египет. Подумайте об этом, друзья. Что есть? Какое слово в Израиле для того, чтобы простить, спастись и извиниться? Тащува. Слово шув. Какие буквы в израильском языке, которые сделают слово шув? Это аббат и бейт. Без крапочки посередине. И что эти буквы означают на еврите? Буква шев означает разрушить, как огонь разрушает дом. И есть другая буква вав и бейт. Это дом. То есть, Бог говорит, не возвращайтесь. Он говорит, просто разрушьте дом. Вообще полностью его сожгите. Никогда не возвращайтесь в Египет. То есть, другими словами, мы очистились от наших грехов, и теперь мы не возвращаемся к ним. И вот это Бог говорит об Израиле следующее. Он говорит, чтобы мы уже не возвращались, чтобы мы сожгли этот мост, разрушили его, друзья. Проблема с многими людьми сегодня, это что люди, они берут их не грех, ставят его в тюрьму, и потом иногда возвращаются. Там и здесь возвращаются иногда. Редко. Но возвращаются к греху, друзья. Вау. Поэтому в этом-то и проблема, друзья. Соломон, у него было 40 тысяч лошадей. У него были собственные колесницы, у него были собственные люди, да? Собственные армии, друзья. Соломон, он собирал всех насадников. У него было около 1400 колесниц и 12 тысяч людей, которые сели, восседали на конях, друзья. Представляете себе? Сколько армий, сколько огромных сил военных. Сколько из вас вы знаете, что в то время колесница была танком в наше время? Как танк сегодня мы имеем, да? И Бог говорит, я не хочу, чтобы вы шли в Египет, чтобы взять коней. А у него было 40 тысяч коней только для него. Мы видим, что Соломон собирал множество, множество колесниц. Это вообще умопомрачительно, друзья. Но вы знаете, что следующее интересно? Это то, что колесница стоила 600 щеклей серебра и 150 за коня. Но интересно то, что Соломон не только пошел в Египет, это то, что он не должен был сделать. Он пошел в Египет, он купил там колесницы, купил там коней и продавал их другим людям. Он продавал им террористам, ассирийцам, язычникам, друзья. И те же язычники, они атаковали же народ Божий этим же скотом, этими же конями и колесницами, друзья. Если бы Соломон не продавал, этого не было бы. Друзья, Соломон не только не повиновался Богу, он сделал завет с врагами, и он продавал им оружие, друзья. Он не был настолько умным, настолько мы думали о нем, друзья. Посмотрите на Таразаконе 17.18, что Бог сказал, что когда царь сидит на своем троне, он должен написать себе копию закона в книге, перед тем, чтобы левиты посмотрели, друзья. Понимаете, что это означает? Он есть царь, но царь может сказать, брат Леви, я дам тебе несколько тысяч щеклей серебра, напиши для меня Тору. Нет, сам царь должен написать Тору, переписать ту Тору, которую ему священники дали. И священник должен смотреть, чтобы он ничего не поменял. Это очень важно для царя. Внезапно царь имеет босс. Царь иногда думает, что он над всеми другими. Сколько сегодня наших политиков думают, что они выше, чем кто-либо другой, да? Люди себя превозносят. Но Библия говорит, что царь не должен быть над законом. И царь сам должен сам писать Тору, сам персонально. Он должен был писать и учить и изучать, друзья. Поэтому Соломон, он был ответственный за Тору, намного больше, чем другой человек. Потому что никто другой не получал закон, никто другой не получал письмена. Только левый человек мог подойти и сказать, что написано в Торе, друзья. Поэтому мы читаем в Торозаконе 17.19. Не только царь должен написать свое Писание, он должен всегда идти с ним везде. Мы читаем 17.18. Вы видите вот эту картинку. Вот такая была ситуация, да? Царь должен был это писать, нести это с собой и везде, и читать это, и вдохновляться об этом, и напоминать себе, друзья. Мы дальше смотрим в Торозаконе 31 глава 9 по 13 стих. Моисею он написал закон свой и отдал его священникам, сынам левиным, носащим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевы. И завещал им Моисей и сказал, «По прошествию семи лет, в год отпущения, праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться перед лицом Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон перед всем Израилем вслух его. Собери народ и мужей, и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые были в жилищах твоих, чтобы они слышали, и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его». Друзья, чтобы люди помнили, чтобы люди запоминали. Царь должен был это делать. Каждые семь лет он должен читать часть Торы, чтобы все слушали. Почему? Никто из людей не имел свое Писание Торы. Очень трудно было написать Писание Торы. Это забирало около одного года. Это, может быть, было едва-едва одно Писание Торы в одном городе. Только одним способом люди могли слышать Тору. Это идти в великое место, в какой-то храм, и там услышать, друзья. И там было собирание людей. Все люди собирались вместе в храме и слушали Тору. Все читалось, друзья. И Библия говорит, что вы должны читать этот закон перед всеми людьми. Библия говорит, собирайте людей, даже ваших, даже ваших пришельцев, чтобы они слышали и чтобы они учились и боялись Бога, и Его служили. Мы читаем, чтобы Бог говорил, чтобы вы служили Ему и учились от Его закона, друзья. Было поставлено повинование всем. Три раза в год все даже собирались в Иерусалиме. Когда те были три раза? Первое. Пасха, Пятидесятница и день с Киний. И вот так же царь собирал всех вместе и читал, чтобы все слушали то, что Тора говорит. Теперь, вещь в том, что царь, он не должен был читать всю Тару, Бетиефт, Левит, Исход. Нет, он только читал части Второзакония, друзья. Он читал в Тару Законии первая глава, потом по шестую и седьмую главу. Потом они читали другие главы, шестую, девятую, потом двадцать первую. И они писали, они читали эти все главы. Это были исторические цитаты о том, что происходило. Потом читал он часть книг, которая называется «Шма». Они читали о законах, там говорили о законах. Потом читалась часть об даянии и десятинах. И потом семнадцатая глава читалась, и двадцать восьмая глава читалась о повелевании для царя. Царь должен исполнять это, что он читал. Представьте себе, Соломон написал это все, да, эту Тору, переписал ее. И потом читает всем людям те законы, которые были для него. Например, эти законы были не покупать коней в Египте, не идти в Египет, не иметь ничего общего с Египтом. Я только представляю себе, что он делал, как он это делал. Он это пропускал, он этого избегал, потому что он же это делал. Он нарушал закон, друзья. Я не могу представить, что он даже делал. Царь всегда должен помнить, что он не над законом. Он под законом. Очень было бы интересно, чтобы наши сегодня политики читали закон и понимали, что они не над законом, друзья. Они под законом. Интересно то, что израильская история и израильские книги были написаны около более чем 2000 лет назад, друзья. Они все еще остались и сохранились, друзья. И было там все написано о том, что происходило, да? И Соломон думал, что он настолько умный, что он может поменять слова. Он может поменять Божьи слова, да? Потому что он был настолько такой умный, да, чтобы все делать. Он думал, о, я смогу сделать и то, и другое, друзья. Теперь, позвольте мне вам объяснить что-то. Во-первых, я хочу, чтобы вы увидели эти слова на еврите, да? На вашем компьютере у вас есть различные стили писания, которые вы можете писать и друковать на клавиатуре, да? Но здесь вы видите вот то, что показывается, эти буквы, которые пишутся на самом папирусе, на самом писании слова, да? Но вы видите вот все эти красивые надписи, да? Вот так вы видели надписи в то время на писаниях. И все эти, они называются титролс. Когда вы слышите о том, что написано писание, написано истории, да, вы их видите, все здесь на картинке, вот так они выглядят обычно. Так было написано на оригинале, друзья. На оригинале написано так, друзья. Понимаете ли вы, что все эти слова здесь, да? Это буква «Юд», это буква «Ей», «Вав», это слово «Бога» здесь написано, да? Вы буквально читаете слово «Бога», но на еврите. Понимаете ли вы, что на букве «Юд», вот там такая маленькая такая кома, да? Там вот такая буква, которая назначает, что она часть имени Бога. Когда Бог говорит, что ни одна маленькая кома не должна пройти вне закона. Ни одна кома или точка не уйдет от закона. Она избудется всегда. Да, слово «Яд» и «Юд», это то, что независимо от того, что какая-либо маленькая буква, не было бы, она и придет в существование, и она сбудется, друзья. Такое слово «Бога», он говорит о том, что это все сбудется, друзья. Теперь, давайте мы дальше пойдем. Видите, буква «Ей» тоже у нее есть такая маленькая запятая вверху, да? Вы должны понимать, каждая буква пройдет, друзья, и не уйдет. Здесь мы читаем такая фраза, которая означает, что вы не должны умножать жен, да? И Соломон это знал, он это читал, он это писал, он переписывал свою Тору, и было такое слово, которое написано, чтобы он не умножал своих жен, то есть, чтобы он не женился много. И в этом же интересно, что он это все нарушил, друзья. Пишется о том, что Соломон, когда он писал свою Тору, он писал, чтобы исполнять волю Божью, да? Он исполнял волю Божью. Но! Но интересно в том, что в Моисея, когда он писал, он писал, чтобы не умножать жен. Но иногда цари переписывали это для того, чтобы облегчить их ситуацию. Интересно то, что если вы вставите все это в переводчик, переводчик скажет, что он не должен иметь много жен, да? Царь никогда не должен иметь жен, много. Но Соломон немножко это подменял. Он подменял одну из букв, и он поменял эту на то, что он может иметь много жен, и его сердце не отвернется. Представляете себе? Представляете себе, друзья? Очень интересно он поменял. Очень интересно сделано было. Это вообще много представительно. Интересно то, друзья, что была поменена одна буква, и все это одна буква меняет полное значение изречения того, друзья. Вот так вот делали цари, друзья. Интересно то, что мы дальше читаем, что Соломон, он внимательно изучал закон Божий, который говорил, что не нужно иметь много жен. Но, друзья, в том, друзья, друзья, в том, что Бог это сделал, чтобы не умножать жен, чтобы сердце царя не отошло от Бога. А Соломон думал, что его сердце настолько сильно, что он настолько мудрый. Я могу продолжать умножать жен, и мое сердце, оно не согрешит. Я не отклонусь от Бога. И интересно в том, что во всей его мудрости Соломон думал, что я могу делать все, что я захочу, и не согрешить. Знаете что? Он упал, потому что он понимал принцип закона, но он не должен был полностью ему повиноваться. И вот то же самое сегодня делать и христианство в наше время, друзья, много христиан это делает. В то время такая буква ЮД, которая является частью ЯБЕЙ, что означает умножаться, Интересно то, что царь, он должен был приклониться перед Богом и сказать, что никакая буква не должна быть измененная или удаленная. То есть, люди говорили, что если Соломон поменял одну букву, тогда Бог может поменять Соломона и его жизнь. Но интересно то, что независимо от того, что царь делает, моя буква останется. Истинная и оригинальная буква всегда останется и будет сделана и исполнена, друзья. Мы должны понимать, что в истории, да, когда мы читаем даже Матфея 5, 18, говорится то, что все пройдет, все пройдет и избудется, так как Бог сказал. Люди, израильтянские люди, которые читали эту историю Матфея, они понимали, что здесь говорится о том, что Соломон, он скрыл эту букву, он ее подменил немножко. Вот об этом и говорится это послание. И мы считаем то, что Соломон был стар. Его жены отвернули его сердце от Бога и повернули его сердце к другим богам. Знаете то, что, опять же, здесь это все пишется о том, что в Библии, да, что Соломон, его сердце отошло. Библия говорит даже то, что лучше бы было для того, чтобы Соломон, он чистил канавы и канализации, вместо того, чтобы было написано о нем, что его сердце было отклонено от Бога. Друзья, сколько людей сегодня в христианской теологии забирают целые стихи из Библии для того, чтобы подстроить Слово Библии под свою дудку, так сказать, друзья. Происходит много раз. У меня есть книга, которую я имею, которая была написана израильским человеком. Она называется «Еврейская богиня». И там говорится о всех богах, которым люди Израиля поклонялись, которые были не божьи. И в этой книге на 50-й странице, если вы знаете, он там пишет, и он пишет о том, что было около 400 лет, вместо того, что в то время, когда был построен царь Соломона, и через 400 лет он был разрушен на выходе на Оссором. И там говорится, что в 370 лет Соломонский храм стоял, около 230 лет там стояла статуя Ашура, бога языческого в этом храме. Представляете себе, друзья, в храме стоял другой бог, статуя другого бога. Это вообще плохо, очень плохо. Поэтому, что я хочу сделать? У меня еще есть один урок о Соломоне, который я хочу поделиться. И потом мы будем говорить о песне-песне. Но я думаю, что я ввожу очень хорошее основание того, кто Соломон, каким он был. И мы закончим эту тему на следующую неделю. Но давайте мы подведем итоги. Первое, это то, что Соломон был любимый Богом. Бог его возлюбил. Он дал ему имя любящий, возлюбленный. Бог дал ему милость, знания. Бог дал ему богатство. Бог дал ему мудрость. И все нации пришли перед ним. Но как Соломон думал об этом, да? Соломон, его жены, он умножал их. Он умножал серебро для себя. Он строил алтари для другим богам. Он был первым царем Израиля, который отдавал своих сыновей на жертву Малека. Он забирал деньги от строения храма. Он сделал много нечистоты. Много нечистоты, друзья. И люди думают, что он был умный. Но дело в том, что он был множество времени, множество раз он был неразумный. И поступал неразумно, друзья. И антихрист будет похожий. Антихрист, он будет таким, который буквально выглядит, что он следует закону, и следует заповедям. Но на самом-то деле он принесет разруху, друзья. Поэтому мы должны понимать, вместо того, чтобы думать, кто есть антихрист и кто такой будет антихрист, мы должны помнить, что дух антихриста сегодня пребывает во многих людях. Теперь Соломон, он был одним из величайших нарциссистов во всем мире. Я также проходил через такой час моей жизни так же много раз, друзья. Теперь, в несколько минут я хочу посвятить на то, чтобы показать вам, насколько плохо переведен Ветский Завет в Старом Завете в американских переводах, в американских переводах Библии. Теперь я хочу вам показать перевод Библии Кинг Джеймс. Это 2 Коринфянам 3, стихи 6 по 8. Читается о том, что кто он сделал нас министерскими проповедниками Нового Завета. Знаете, друзья, Новый Завет не существовал в то время, когда было написано это послание. Друзья, представляете себе? Потом, дальше читается, что Дух дает жизнь, и Дух Божий дает жизнь, и что люди в то время видели лицо Моисея, и сила Божья была показана на его лице, потому что он видел Бога. Люди в переводе, которые сегодня сейчас переводятся на английский, они коррегировали, они меняли что-то, они забирали и добавляли что-то, друзья. Интересно то, что они меняли времени, да? Во-первых, люди в переводах поставили слово Новый Завет, которое не было, они поменяли это на Новый Завет. Но это же было, ну реально, оригинальное слово было, это Новый Завет с Богом, с Богом. И все эти слова, которые вы видите на экране, были поменены, были разменены в переводах. некоторые из них были вообще переделаны, друзья. И другое интересно то, что Божья сила, Божья слава была показана в лице Моисея, да? И это тоже было переведено немножко неправильно на новом переводе на американском языке. Поэтому я же вам уже сказал в прошлом, да, что Божья сила, она светилась от скрижалей и от лица Моисея, да? Но интересно в том, вопрос в том, друзья, если сила была на втором заповеде, да, Завете, тогда насколько должна быть Божья сила на новом заповеде, друзья. Мы читаем о том, что 2 Коринфянам 3 глава мы читаем с 9 по 11 стих 2 Коринфянам 3 глава 9 по 11 стих говорит следующее «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изубили от славы служение оправдание, то прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящие славно, тем более славно пребывающие, то есть и в этом переводе также, видите, эти слова, которые здесь подчеркнуты, они были немножко поменены, немножко были переделаны в переводе уже современном, и это неправильно сделано было, не было поставлено правильно, друзья. И Библия говорит, что мы должны понимать, что первый завет, он должен был быть временным, потому что он сделан между человеком плоти, а второй заповед между Богом и человеком должен быть вечным, потому что он сделан уже в вечность, после того, как мы все будем с Богом. Мы дальше читаем, 2 Коринфянам, 3 глава, 12 по 14 стих. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но мы их ослеплены, ибо то же самое покрыто доныне, остается неснятым при чтении Веткого Завета, потому что оно снимается Христом. Опять же, и в этом месте тоже было сделано перемены в новых переводах, которые неправильные, они различные уже от оригинала, друзья. Некоторые слова были разменены, некоторые слова были поменены, друзья, и это неправильно. теперь давайте мы посмотрим другое место, да? Здесь говорится о том, что есть второй заповед и новый заповед, да? Обои из них не существовали во время писания этих посланий, но в новом заповеде их так адаптировали, как будто они все это существовало. Да, было Тора, было послание Исаии, были другие послания, но они не были вместе поставлены в одну Библию. Но мы должны понимать, друзья, что есть такие нюансы, где переводы неправильные, друзья. Дальше мы видим 2 Коринфянам, 3 глава, 15 стих и ниже. «До ныне, когда же не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Богу, тогда это покрывало снимается, друзья». То есть, интересно то, что Библия говорит, что люди должны повернуться к Богу, и это покрывало с них будет снято, если не вернуться к Богу, друзья. Я хочу, чтобы мы все поняли, да, что есть много неправильных частей в переводе сегодня новом в этих переводах американских и английских, друзья. Помните это. Хорошо, теперь давайте мы встанем. на следующую неделю мы закончим некоторые слова, некоторые описания, и мы будем заканчивать нашу тему. Но я надеюсь, что это все вам понятно. Молимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что мы можем прийти вместе и искать Твое Слово. Цари должны были искать Твое лицо и писать Тору. Мы просим Тебя, Боже, позволь нам также читать Твое Слово немножко, чтобы мы могли принимать это Слово и использовать его в нашей жизни. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты называешь нас Твоими сыновьями и дочерями. Твое Слово. Субтитры создавал DimaTorzok